Всем привет! Вы на канале Smart Helper. Сегодня я хочу вам показать еще один способ установки Google сервиса на такие телефоны, как Huawei и Honor. Я предполагаю, что он подходит на многие устройства, но сказать 100% конечно же я не могу, так как у меня нет физической возможности установить на все телефоны и проверить. Я попробовала на Huawei P40 Lite, так как у меня другого аппарата нету и у меня это приложение заработало. Оно очень, это приложение похоже на то, которое я вам недавно показывала. Это было у нас Dual Space. Это же приложение называется Google Space и смысл его примерно такой же. Единственное, что это приложение я начала изучать со вчерашнего дня. Я его установила, нашла его в AppGallery, поставила, настроила, оно у меня работало. Версия была 1.0.1. Сегодня это приложение по какой-то причине исчезло из AppGallery и когда запускаешь приложение, выскакивает вот такая ошибка. Поэтому на всякий случай я сейчас показываю, как это все можно сделать и саму АПК приложение, файлик этот я оставлю у себя в Telegram группе, чтобы вы могли его скачать и установить на свои телефоны. Но на данный момент пока можно скачать. Единственное, что другая версия. Что для этого нужно? Для этого необходимо зайти в AppGallery и уже набрать не Google Space, как это было вчера, а G-Space. Я предполагаю, что возможно сам разработчик AppGallery почистил от этого приложения или это возможно сделал тот же Google сам. Я лишь могу с вами поделиться этим способом, а вы можете попробовать или не попробовать. Все делается на ваш страх и риск соответственно. Я рискую, я делаю это на своем телефоне. Google Space устанавливаю. Давайте зайдем и посмотрим, какая это версия. Эта версия, да, действительно 1.02, а вчера была 1.01, но вчера я не успела видео снять для вас, поэтому это делаю сегодня. Что будет завтра, я понятия, ребят, не имею, поэтому просто пробую. Вдруг все будет хорошо. Вот, нажимаю открыть и делаю начать. Разрешить, на все разрешения отвечаю разрешить. И все, установка началась. В принципе, процесс загрузки занимает некоторое время, так же, как и у DualSpace это все было. Я не знаю, честно говоря, чем эти вообще приложения отличаются. Мне показалось это практически то же самое. Ну, чувствую, что должна для вас это сделать и показать. Может быть, у тех, у кого не запускался DualSpace, запустится Google Space. Давайте рискнем, давайте попробуем. И, кстати, обязательно пишите в комментариях, на какой телефон вы ставите модель, ну, то есть полностью все данные вашего телефона и результат. Работает или не работает. Это будет интересно не только мне, но и тем зрителям, которые придут и будут читать комментарии. И уже будут заранее знать, ставить это приложение или нет. Приложение ставлю из AppGallery. И если кто-то знает, напишите, пожалуйста, как APK-файл вытащить из AppGallery уже, который скачет. Я как-то поискала и не смогла найти. То есть в загрузках его нету. Ну, конечно, если я поищу, я разберусь, но вдруг вы знаете и быстренько мне напишите. Я буду... Вот, кстати, он, наверное. Возможно, это он. Нет, что-то не очень похоже. Gspace, APK Download, какой-то временный файлик. Нет, это, похоже, не то. В общем, ну, если знаете, напишите. Буду благодарна. Итак, приложение установлено. Давайте будем проверять. В принципе, интерфейс, как я уже говорила, похож на предыдущее приложение. Запускаем Google Play Market. Нажимаем «Войти». Идет проверка. Итак, вводим почту. Вы свою, я свою. После того, как ввели учебную запись, можно сохранить или отключить резервную копию. Нажимаем «Принять». Google Play сервис у нас запускается. И давайте попробуем поставить YouTube. Хотя многие говорят, смысл ставить YouTube, но я все равно ставлю YouTube. Опять же, чтобы проверить, как здесь это будет функционировать. Также давайте еще поставим Chrome, к примеру. И, думаю, Maps. Да, пожалуй, вот эти три приложения. На них и будем ориентироваться. Приложение, когда закачивается, так же все в шторке уведомлений висит информация о том, что началось закачивание. Практически ничем не отличается, как если бы вы просто качали на свой телефон. Визуально все выглядит так же. Так, YouTube установился. Давайте попробуем его сразу вынести на рабочий стол. Ну, нет, не получается. Это для чего у нас? Это добавлять ярлыки. Ярлыки, допустим, добавить. Клонировать. А, это можно клонировать приложение. Все понятно. Так, нет, мне это не нужно. Я просто проверю YouTube тогда. В таком случае. YouTube работает. Выходим, проверяем другое приложение. Давайте в Chrome зайдем. Chrome отказывается работать. Сейчас смотрим на Google Maps. Итак, даем разрешение во время использования. Нажимаем ОК. Включить. Место положения не определяется. Для этого необходимо выйти из приложения. Желательно его вообще закрыть. Для того, чтобы его закрыть, необходимо зайти в диспетчер многозадачности и удерживать по этой иконке. Далее попадаем в меню о приложении и здесь нажимаем Остановить. После того, как приложение жестко остановлено, заходим в него заново и запускаем Google Maps. Все, положение определил с точностью, с хорошей. И работает Google Maps. Можете установить также какие-либо игры и потестировать, насколько это все хорошо работает. Давайте я какую-нибудь небольшую игру установлю и проверим. Вот игрушка установилась. Давайте ее запустим. Нажимаем Старт. Ну, в принципе, работает. Нет никаких обрезаний экрана. Все работает полноценно. Никаких дополнительных меню или иконок. Ребята, если это видео для вас было полезно, то поддержите его лайком. И подпишитесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok